Пришло время погружаться в осенне-зимний сезон, поэтому сегодня мы с вами посмотрим фактуры, силуэты, принты, конкретные сочетания и вещи. Ну и тренды, это, конечно, прекрасно, но они должны грамотно вписываться в ваш гардероб, поэтому мы сегодня будем рассматривать долгоиграющее. Если вы хотите знать о моде все, то подписывайтесь на мой канал, здесь мы именно о моде и стиле и говорим, разбираем за кулисьей модного бизнеса, создание бренда одежды. И, кстати, скоро я буду делать распаковку Мезон Мурожила, которую купила со скидкой 90%. Сдам вам все явки и пароли, в общем, а сейчас давайте поговорим о трендах. Мы сейчас с вами пойдем по блокам, первый блок у нас будет цветовая палитра. В этом сезоне в целом будет актуален цвет черри кола, насыщенные оттенки. И теперь мы цвет этот носим не только на ногтях, как мы обычно приходим в салон маникюра и говорим, сделайте мне бордовые ногти, а также используем оттенок в аксессуарах, в обуви, в головных уборах. Цвет очень насыщенный и дополнит ваш образ на пятерочку. Модные дома также включили этот цвет в пальто, в кожанки, в жакеты. Если хотите чего-то поэкстравагантнее, можете надеть колготки этого цвета, не дожидаться нового года, как в прошлом году, с красными колготками, а уже прямо сейчас вписать свой образ. Но если вы консерватор и у вас темный гардероб, то можно купить пальто этого цвета, потому что скоро это будет уже классикой. Но про цвет черри кола хочу добавить то, что замалчивают по какой-то причине блогеры. С ним надо быть аккуратными, потому что он может ставить. Поэтому если вы чувствуете, что у лица он прям не играет, то попробуйте расположить его где-то подальше от лица, например, в обуви или в каких-то небольших аксессуарах. Следующие трендовые оттенки более милые, неприхотливые. Это такие запыленные оттенки пастельных тонов, например, пыльный розовый и голубой. В последние годы, в принципе, идет активный тренд на инфантилизм, на женственность. Поэтому вот эти запыленные пастельные цвета, они стали актуальны уже не только весной и летом, но и осенью. И будут всегда в тему в образе, поэтому можете экспериментировать смело. Многие модницы используют сейчас шелковые платки к жакетам в таких оттенках. И, кстати говоря, когда мы дальше с вами будем говорить о фасонах, вы увидите, найдете подтверждение моим словам про тренд на женственность и инфантилизм. Следующая актуальная история у нас это Total Grey, Total Black и Total Chocolate в этом году. Многие российские бренды, кстати, в этом году выпустили коллекцию в шоколадных цветах и сделали не только аксессуары, обувь и сумки, но и костюмы, верхнюю одежду, тренчи, плащи. Этот цвет смотрится очень дорого, идет он, безусловно, далеко не всем. Но если вы подберете нужный оттенок, будьте прям ультрамодными. И последний в нашем цветовом блоке это леопардовый принт. Он появляется в деталях, в фурнитуре, в отдельных элементах гардероба. И он будет с нами еще долго, это уже новая классика. Поэтому, если вам близко, можете купить и тоже вписать свои образы. Помимо тренда на шоколад, леопард и пыльные пастельные тона, этой осенью еще очень модно становиться предпринимателем. А именно фэшн-предпринимателем. Фэшн-индустрия наша растет не по дням и по часам, семимильными шагами развивается. И если вы когда-либо в жизни мечтали открыть свой бренд, то я хочу вас пригласить на свою коронную лекцию, на которой я рассказываю по шагам, как это сделать. Это абсолютно бесплатная история, я делюсь огромным количеством информации. Записаться на ближайшую лекцию вы можете по ссылке в описании к этому видео. Я сама являюсь владельцей бренда спортивной одежды Skin of Angel. Я развиваю его с 2018 года. Мы недавно вышли, кстати, в Спортмастер, можете нас поздравить. Также недавно летали на Кантонскую выставку, о чем у меня есть видео на моем канале. Поэтому о том, как грамотно создать и развить свой бренд одежды, я знаю все. Приходите на мою лекцию, я вас очень жду. Раз уж я упомянула Кантонскую выставку, сразу вспомнила, что на ней было огромное количество тканей. И вот о них и пойдет дальше речь в нашем видео. Самый трендовый материал, просто писк сезона – это замша. Притом не только в обуви, а в верхней одежде, в юбках, в платьях. Недавно только заходила бутик Prada, и там ассортимент просто состоит из замшевого платья, замшевый топ, замшевые шорты, замшевые брюки. В общем, полюбуйтесь сами. Это не только стоит дорого, как в конкретном случае с Prada, но и выглядит дорого. Поэтому, если вы найдете себе подходящий аналог из замши, то вы его проносите долго. Потому что за счет материала – это такая долгоиграющая история, он достаточно нейтральный сам материал, но смотрится очень хорошо. Следующий материал, и это как раз отсылка к инфантилизму – это пушистые текстуры. Это, во-первых, конечно, свитера, которые чаще всего делают во всяких нежных оттенках, типа нежно-желтый, нежно-голубой, розовый, белый. А также это, конечно, кардиганы. Если вы любите более классическую историю, то кардиган – это ваш выбор. Он может быть макси, он может быть более темных оттенков. Ну, а если вы съебали, как я, то вам подойдут черные плюшевые уши с бубенчиками. Ну и последний долгоиграющий тренд – это сочетание шерсти и кожи. Главное – сделать это уместно. На экране вы сейчас увидите примеры, как это сделать, делайте скриншоты, берите на заметку, ядряйте. Так, теперь переходим к фасодам. Как я и говорила, тренд на женственность. У нас становятся снова очень актуальны приталенные фасоны, пояса, причем как в жакетах, так и в пальто, в тренчах, в верхней одежде. И даже склонный к оверсайзу бренд ушатавов включил в осеннюю коллекцию силуэт Slim Fit. В общем, в мире моды сейчас прослеживается банальная усталость от оверсайза. Следующий трендовый фасон – это такой округлый, с длинными круглыми рукавами, напоминающий букву «О». Наверняка вы уже видели все эти жакеты, пальто с такими округлыми, космически винтажными рукавами. Вот это все оно. Напишите, кстати, в комментариях, как вам такой фасон, вы бы стали такое носить, или, по-вашему, это уродство какое-то. В общем, давайте подискутируем. Я, скорее, на стороне за, но я люблю, в принципе, странные вещи и любила всегда. Следующий фасон у нас – это Макси. Он держится в лидерах уже второй год. И тоже он находит свое выражение в юбках, пальто, в платьях. Не стоит бояться этой длины, ее просто нужно носить правильно. И когда лужи со снегом начинаются, ну, по улице идете от подъезда до такси, подняли подол. Ну, а если без шуток, Макси юбку лучше носить с укороченным верхом. Будет очень модно. Следующее у нас – это все еще трендит асимметрия. Это симметричные рубашки, майки, блузы, кардиганы. Вроде бы и база, а вроде бы свежо. Поэтому, если вы за асимметрию, то можете посмотреть в сторону таких вещей. Ну, и следующими мы обсудим в плане фасонов джинсы. Я знаю, что все модницы стремятся найти ту самую пару, в которой будешь выглядеть как героиня кино. И если у вас в этом сезоне еще нет джинсов в сигарет или скини, но не суперслим скини, а просто узкие ровные джинсы, то присмотритесь к ним, они трендят. И это может стать той самой базой, которую, если хорошо стилизовать, она прослужит вам супердолго. Вы наверняка можете смотреть это видео, если вы живете в холодном регионе России, то у вас возникнет вопрос. Зима наступит уже в октябре, а что надевать-то потеплее на такую погоду? И вот на этот случай у меня следующий тренд, который порадует зоу-защитников, и это фальшивый шик. Мир моды все больше отказывается от натурального меха, заменяя его на искусственный. И искусственная шуба выглядит роскошно и даже экстравагантно. Такие бренды, как Acne Studios и Mew Mew, как раз-таки создали подобные модели. Все еще с нами эстетика Mob5, поэтому искусственные большие меховые пальто будут выглядеть очень актуально. Так, переходим к сумкам и обуви. В этом сезоне Must Have – это сумка Такса, а также сумка Toad без ярко выраженного бренда. Например, как у бренда Полин. Очень прикольно смотрится. Также можно подобрать какую-нибудь маленькую, но очень прикольную сумочку интересной формы. Например, как у бренда Алоя. Помним, что сумки могут быть не только блестящей, лоснящейся кожей, как мы привыкли, но и замшевые. И, в принципе, запоминаем, что замша очень актуальна, потому что грядет тренд «уставшая англичанка». И это такой собирательный образ героини ром-комов двухтысячных. Хороший пример – это Бриджит Джонс со всеми ее приключениями, Кейт Уинслет в фильме «Отпуск по обмену» и так далее. Именно в эту стилистику вписываются практически все тренды, которые я перечислила, но давайте посмотрим, что у нас там еще с обувью. Безусловно, уже бессмертная классика – это лоферы, причем не только классические лоферы, но и монки, дерби, оксфорды, все вот это. И тут как раз можно выбрать не только блеклые лоферы пыльного цвета, пыльного мешка, пыльные розы, но и взять, например, яркие, в стразах красные макосины можно попробовать. То есть как раз-таки из всех этих уставших англичанок выбрать один акцент, и это будет ваша обувь. Если мы рассматриваем сезон потеплее, то сапоги по колено – это ваш вариант. И мой вариант. Следующими в тренде идут спущенные сапоги, которые чуть ли не фавориты у Рианы. Они у нее есть вообще во всех вариантах – замшевые, кожаные, какие угодно. Дальше у нас ботильоны, напоминающие форму лошадиных копыт, которые сделали в этом году Джилл Сандер, Дизель и Стелла Маккартни. За такое увлечение зоологии нам стоит благодарить, конечно, Джонатана Андерсона. Зацените эти туфли, похожие на кошачьи лапки, и с обоей из коллекции «Очень-зима» 23-го года. Тогда, кажется, все и началось. Но я обещала рассказывать вам о долгоиграющих трендах, поэтому хочу обратить ваше внимание на туфли и сапоги с квадратными носами. Это вот прям для тех, кто хочет относить их не один сезон и быть модным актуальным. Я, кстати, таких собок прикупила себе целых две пары от бренда «Фидан Наврузово». Супермод и сейчас. Так, ну тут я перечислила все, что я для вас приготовила в этом выпуске. Но если вам показалось мало, то у меня для вас есть целый гайд, мой авторский, на 30 страниц, который вы также найдете по ссылке под этим видео. Вы его можете скачать, это бесплатно. Я его даю своим клиентам и даю его вам сегодня. Поэтому переходите по ссылке ниже и забирайте в Телеграме этот супер-мега-PDF-ный гайд, в котором собраны все-все-все тренды будущего сезона. Ну а с вами была Анна Куц, подписывайтесь, чтобы не пропустить грядущие бомбические выпуски про неделю моды. Я вас обнимаю, всего хорошего.